Пришло время для пересадки растений. Сегодня я покажу вам, как я пересаживаю растения в большую емкость. У меня оставался стволик, от которого я отрезала верхнюю часть. И посмотрите, не пошла юка расти вверх, а дала боковой отпуск. Это, конечно, очень интересно, но вот время пересадки, и поэтому хочу пересадить. При обрезании верхней части, отсюда из нижней пойдут хорошие ростки, никакой гарантии нет. Поэтому надо иметь несколько ростков, если вы хотите размножать юку. Вот эти все три, которые я обрежу, я их поставлю на проращивание. Перед этим выдержу какой-нибудь препарат для роста, для быстрого укоренения. На дно укладывается пенопласт для дренажа, чтобы корни имели такую воздушную прослойку, чтобы они могли свободно проникать. Укладываю небольшой слой земли. На дно хорошо выложить какой-нибудь слой, очень богатый. Вот я укладываю торф, купленный в магазину. Для чего? Когда корни достигнут этого слоя, они начнут более обильно обогащать растения. Можно использовать коровяк, можно использовать компост. Для того, чтобы отделить земляной ком от горшка, от стен горшка, надо его как бы немножко ножом пройти. Но нож надо брать тупой. И просто беру и устанавливаю растение сюда. Надо смотреть, чтобы было ровненько. И видите, чтобы был тот же уровень, что был и прежде. Теперь просто берется и добавляется по кругу почву. Почву мы делаем сами. Она у нас составная, легкая. Песок. Перегнойная земля. Дерновая земля. Если есть возможность, лесную землю добавить. И если хотите, вместо перегноя, покупную землю из магазина, специально для этого растения. Смотреть, чтобы растение стояло ровно. Землю добавлять со всех сторон одинаково. После того, как земли вам кажется, что вы насыпали достаточно, необходимо уплотнить очень хорошо, вот так, чтобы не было пустот. И потом придется добавить еще земли. Уходит, конечно, земли много. Но хочу предупредить, что горшок, который вы выбираете для растения, должен быть на палец, на полтора пальца больше, чем предыдущий. А если будет больше, то растение остановится в росте и начнет корень жировать. Порневая система начнет заполнять горшок. И только когда заполнит, начнется рост. После того, как земли достаточно здесь, надо полить. Лучше, конечно, поливать отстоянной водой. Я поливаю водой снеговой, дождевой или водой из прудика. Можно пользоваться водой из аквариума. Надо полностью насытить растение, обрызгать его и, конечно, очень хорошо мульчировать. Для мульчирования я использую шишки. Вот так. Шишки помогают меньше испаряться в воде. Вот так. Сейчас очень модно белая галька, крупная, валунчики такие. Пожелаю, кто что хочет. Ну, согласитесь, что растение, у которого в кашпо есть мульча, вот такая или другая, будет смотреться очень интересно. Пересажено. Я ее обрызгала водичкой. Вот тут у меня уже и новосел есть. Видите, паучок. Хотя стояла целую ночь и вчерашний день под дождем. Но, видимо, паучку здесь понравилось. Опять спрятался туда. Все. Будем надеяться, что все у меня будет замечательно с этим растением. Вот так.